Здравствуйте, меня зовут Лена Стрельчук, я аспирант музыкальной академии, и мы немного поговорим о музыке. Портрет Баха вам знаком, а вот что такое все-таки полифония? Почему полифония? Почему ударение на О? Это слово претерпело за последние много веков разные трансформации. Всегда было ударение на О, по поводу полифонии скажу отдельно. Полифония это не просто многозвучие, это основной принцип написания музыки в эпоху средневековья и барокко, где все голоса музыки были равноправны, то есть такая себе демократия. Но немного истории. Все пошло от органума еще с 9 века, с эпохи средневековья, когда к одному голосу прибавился второй. То есть начали петь не в унисон, а как-то вот в два голоса. Это было достаточно сложно изначально. И послушаем, как это звучало тогда. Вот. Вроде бы не сложно, но это было в 9 веке. Позднее стали как-то усложнять различные формы музыки, добавлять другие голоса. Их было от трех до восьми. Но надо сказать, что принцип полифонического пения, исполнения, написания музыки, это был единственный принцип в эпоху средневековья и дальше возрождения. Ну, пойдем. Дальше Леонид и Перотин. Это единственные авторы из эпохи средневековья, имена которых сохранились, и благодаря тому, что их изображения остались на иконописных полотнах. Поскольку в эпоху средневековья не было принято подписывать свои произведения именем. Даже в эпоху возрождения это не очень часто практиковалось. Они стремились писать по канонам, по церковным канонам, поскольку музыка тогда была привязана именно к этой традиции. И выделять себя как личность еще не было тогда принято. Ну, идем дальше. Матет. Это уже XIII век. Это основная форма полифонических произведений. Обязательно на духовный текст. Гийом де Машо. Один из ранних авторов музыки. Он жил в Париже. Почему Трувер? Один из последних Труверов. Труверы — это были рыцари, которые сочиняли на современный манер. Трувер — это авторская песня. Они сочиняли стихи лирические, сочиняли к ним музыку и посещали их прекрасной даме, обычно замужней и недоступной женщине. Дальше в Париже при соборе Нотр-Дам развивается, скажем так, Нотр-Дамская школа. Это группа французских композиторов. И она же вырастает потом в нидерландскую школу. Франко-фламандскую она еще называется. Это группа тех композиторов, которые сочиняли разные произведения в стиле полифонии. Это будут Ричард Карры. Это вокальные произведения без слов. Матеты на духовный текст. Мадригалы на светский текст. Но все это еще пока что вокальная музыка. Это дюфаи нидерландец. И также нужно выделить из римской школы очень известный Паллистрино и из английской школы Бёрд. Основные принципы полифонического сочинения музыки базируются на двух моментах. Первый — это имитация, то есть повторение какого-то маленького фрагмента мелодии, но со сдвигом во времени. Это напоминает эхо. Почему эхо? Есть такая теория, что полифоническая музыка возникла после того, как пели сначала в унисон, в эпоху Средневековья, но в католических соборах была такая акустика, что возникало эхо, и эта мелодия накладывалась сама на себя. Со сдвигом во времени. Послушали, он неплохо звучит, накладывается сама на себя, да, интересно, и стали также сочинять. Имитация — это просто такое как эхо, но не точное повторение мотива, а канон — это точное повторение мелодии, но в другой партии со сдвигом во времени. И принцип канона я сейчас покажу на произведении XX века. Это английский композитор Эрнст Тох на примере географической фуги. Они будут не петь, они будут проговаривать слова. У каждого один и тот же текст, но вступать они будут в разное время, от цвета футбола как бы показывают четыре разные партии, четыре голоса. ТРИНИДАТ! 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 И дальше на примере фуги, первой фуги Баха до-мажорной, из первого тома хорошо темперированного клавира, фуги, который идет после самой известной прелюдии, я объясню как бы принцип начала построения фуги. У нас сначала звучит тема, это маленький фрагмент мелодии. Сначала звучит во втором голосе, потом в верхнем, и вот так вот они по очереди вступают. Уже здесь мы видим, что тема не ждет, когда первая закончится, а вступает сама в себе. Красным обозначены темы, которые вступают от до, синим от соль. Это расстояние как бы самое антинамичное внутри лада, то есть они, мелодия одинаковая, но они противостоят друг другу, как бы такое противоборство, что на одной теме. Желтым обозначено то, что звучит помимо темы, называется контрапункт. Это самостоятельный материал мелодический, который как бы не менее важен, чем тема, и в эпоху барокко контрапунктический считалось синонимом словополифонический. Мы прослушаем каждый момент темы, вы их узнаете. они звучат по порядку, они звучат в разных регистрах и от разных нот. и вот это последнее. Это мы услышали порядок тем, как они звучат в фуге без контрапункта. А сейчас мы пробуем послушать начало фуги с контрапунктом, как это вообще происходит. вот. Буду вести по нотам. то есть на слух слышно каждый раз эту тему, но параллельно еще мы услышим контрапункт. И так продолжается до конца фуги. Но бах был бы не бахом, если бы он этим ограничился. Кроме этих приемов фуги, полифонисты выработали еще много разных приемов, которые можно делать с темой. Например, кроме того, что тема может идти в обычном порядке, она может идти задом наперед, она может идти вверх ногами, и она может идти задом наперед вверх ногами. Кроме этого, эти все разные проведения темы могут накладываться друг на друга. Такая себе математика. Вот. И к слову, Эйнштейн, который умел играть на скрипке, признавался, что он бы не открыл теорию относительности, если бы не фуги Баха. Почему? Вот его спросили, как нам теперь представлять Вселенную после вашего открытия. На что он ответил? Ну, как слоеный пирог, где в каждом слое своя консистенция, свое время, также и фуги, в каждом голосе своя тональность, свой характер, свой, может быть, темп, потому что тему можно увеличить во времени, уменьшить, в то же время в остальных голосах все остается как обычно. То есть каждый голос самостоятельен и живет своей жизнью, при этом вместе, получается, хорошая музыка. Вот. И на тему Фридриха Второго, такое себе как бы одолжение королю он сделал, музыкальное приношение, он сочинил цикл, который назывался «Музыкальное приношение» в 1747 году. Там 13 эпизодов, и мы с вами послушаем один из эпизодов, на примере которого я покажу вот эти вот, будут видны эти изменения с темы. А, к слову, музыкальные, в частности, полифонические формы привлекали писателей до сетом веке. Это фрагмент из рассказа Картасера «Клон». Я выбрала фрагмент, который соотносится с бесконечным каноном. Бесконечный канон – это тот канон, в котором каждый из голосов, как бы они вступают в разное время, следовательно, они заканчиваются в разное время. Но вокалист, он не заканчивает его, а Петя начинает сначала. Так получается, что все поют по кругу, и одновременного окончания нет. Ну, можно продолжать, кому сколько нравится. Вот. И этот фрагмент, тут видно, что каждый из Картаса, когда писал этот рассказ, он старался в словесной литературной форме передать именно музыкальную форму. То есть он соотносил восемь персонажей своего рассказа с восьми инструментами музыкального приношения Баха. Соответствуют фрагменты, эти эпизоды. И здесь мы видим, что каждый приблизительно у каждого свой текст, каждый как бы на своей линии. И такого рода бессодержательный диалог можно повторять бесконечно. И сейчас фрагмент из музыкального приношения, это двухголосный канон, где тема накладывается на свое как бы ракоходное проведение. Ну, мы услышим, что из этого получится. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А полифония называется просто функция мобильного телефона, способная издавать разно-тембровые звуки. Субтитры создавал DimaTorzok В 1830-м только Мендерсон нашел его рукопись, его ноты, его стали исполнять, и он возродился. Ну, лента мебиуса открыта после этого. Возможно, в каком-то смысле, это симбиоз математических достижений и прослушивание музыки. Субтитры создавал DimaTorzok Да, да, спасибо за вопрос. Вот как раз после смерти Баха, когда заканчивается, скажем так, эпоха барокко, эпоху классицизма, эта техника как бы замирает, умирает, и к ней возвращаются уже больше в эпоху романтизма и еще больше в 20 веке, когда композиторы ищут новые разные технические средства. За это время изменилось отношение к звуку, к интервалам, к тональности, к тембрам, вообще к звучанию. И вспомнили о технике полифонии и о многих сложных приемах, от которых в свое время устали. Вспомнили, до 20 веки возвращаются. Например, у Хиндемита есть цикл при Людии Фуки, у Шостаковича есть также цикл. Это как дань прошлому, дань Баху. Но в эпоху барокко уже Баха никто не превзошел. Может быть, поэтому история музыки пошла другим путем. Кажется, Вы хотели рассказать о соотношении полифонии и полифонии. Это скорее не соотношение, а терминологическая разница. Полифония — это исторический принятый, скажем так, термин. А полифония, наверное, ударение перенесено с тем, чтобы отделить технический термин от музыкального и исторического. Ну, я так думаю. В общем, существует ли что-то, кроме полифонии? Да, существует. Вот дальше, после эпохи барокко, скажем так, начинается непродолжительно длиться эпоха классицизма. И об основной форме эпохи классицизма я как-нибудь в следующий раз расскажу. Это секрет маленький пока что. А для чего вообще было создано электромеоприкса? С какой целью? Ну, честно говоря, тут я некомпетентна. Мне кажется, это результаты различных математических научных каких-то экспериментов. Я узнаю, уточню. Для чего? Есть дурацкий вопрос. Есть попсовая музыка, которая тоже сочиняется по определенным правилам. Есть ли какая-то связь, там тоже есть какие-то повторения, то есть там тоже используются какие-то правила. Есть ли какая-то связь с правилами? У современной возьмем самую классическую попсовую песню. Никаких связей с полифоническими техниками нет. Но есть связи с техниками, которые были выработаны в эпоху классицизма. Когда я буду говорить об эпохе классицизма, я, наверное, вспомню вопрос о попсовой музыке и немножко проведу параллели. Какую-нибудь подскажите мне самую типичную попсовую песню, и, наверное, мы ее разложим по полочкам в следующий раз. Если вопросов больше нет, можно потом задать их в лекцию. Да, спасибо. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!